Какого-то иллюзия праздника, выезда в горы. 99% тяжело, скучно, одиноко, холодно, жарко. По ним можно путешествовать всю жизнь и будем жить счастливо. Олег, привет! Мы очень рады встрече с тобой. Представься, пожалуйста, нашим подписчикам. Да, привет! Я очень рад быть в магазине RedFox, Планета Спорт, приехать к старым друзьям в Санкт-Петербург. Ну, я Олег Чигадаев, я занимаюсь Уралом. Скажи, пожалуйста, что заставило тебя стать амбассадором уральских гор? Ну, заставило, подвигло. В целом, я живу на Урале, родился, живу и планирую жить дальше. И, как говорится, где родился, там пригодился. Зачем смотреть куда-то в далекие горы, если под ногами, вот буквально из окна, можно сказать, видны очень красивые, интересные, разнообразные, дающие большие вызовы, вершины, которые протянулись через всю Россию. По ним можно путешествовать всю жизнь и видеть каждый раз что-то новое, находить новое. Поэтому я решил далеко не отлучаться от дома и сосредоточиться на своей земле родной. Вот мы наблюдаем за тобой, порой твои путешествия на пределе возможностей. Как ты держишь форму, чтобы так сжечь? Я бы не сказал, что они на пределе возможностей, они бывают сложными. Но в целом, RedFox Adventure Race, RedFox Elbrus Race, как обязательная тренировочная, какая-то большая тренировка в году соревнования, бег, ОФП. Но вот сейчас, последние пару лет, когда я пишу книгу, у меня появилось две маленьких дочки, стал меньше тренироваться. Сейчас как-то вылажу на своих прошлых наработках, на прошлой базе. Надеюсь, что скоро опять начну нагонять. Но стараюсь больше ходить по Уралу, в горы. На начале сезона сложнее, потом как-то разгоняешься и уже можешь ставить перед собой какие-то более амбициозные цели. Класс. Без чего никогда не отправишься в путешествие? Есть какая-то экипировка, вещь любимая, талисман? Слушайте, ну у меня достаточно подобранный и исчерпывающий список снаряжения. Практически любую вещь я не могу выбросить. Никогда не отправлюсь без фотоаппарата, потому что мне нужно снимать. Никогда не отправлюсь без спутникового трекера, потому что мне нужно о безопасности заботиться. У меня семья, дети. Никогда не отправлюсь без любимого снаряжения от RedFox. Потому что если отправиться без него, то придется идти голым. В целом все подобрано и выбросить нечего. Каким должен быть настоящий путешественник, на твой взгляд? Какие должны быть у человека качества, характера, души? Хороший вопрос. Вообще путешествие это же как жизнь, а в жизни нас окружают разные люди. И путешественники они все разные. Кто-то берет силы характера, кто-то берет силы своих условий, мышц, не знаю. Все путешественники разные. Наверное, просто должен быть очень целеустремленным человеком. И любить свое дело. Потому что путешествие это только в Инстаграм. Красиво и хорошо. А так это 99% тяжело, скучно, одиноко, холодно, жарко. И только вот 1%, может там 2% это прям какая-то красота. И чтобы этим заниматься очень долго, постоянно, нужна вот выносливость какая-то, устремленность, реустремленность. А каким не должен быть? Каким не должен быть путешественник. Я думаю, не должен быть наглым по отношению к себе, к природе, к задачам. Не стоит грубить. Надо уважать все, что тебя окружает. И относиться к этому соответствующе. Потому что стоит только тебе как-то начать наглеть. Жизнь тебя поставит очень быстро на место. Особенно вот в таких условиях, где-то в лесу, в горах. Про семью. Ты невероятный папа для своих дочек. И круто, что твои дети уже вовлечены в походную жизнь. Поделись, пожалуйста, рекомендацией. Вот как настроить ребенка на первый поход? О, да. Ну, может быть, даже, я скажу чуть-чуть более общее. Не на первый поход, а в целом на поход в лес, в горы. Потому что в моем представлении очень много детей, туристов, путешественников. Терпеть не могут горы и путешествия. Потому что их в детстве просто перетаскали вот по этим местам. Насильно как-то там вот, как я говорил, там было холодно, тяжело, скучно, да. И они после этого, когда состали уже осознанными людьми, не стремятся туда. Поэтому я очень как-то хочу этого избежать. И я стараюсь у детей создавать какую-то такую, может быть, небольшую иллюзию сказки. Какую-то иллюзию праздника, вот выезда в горы. Мы с ними достаточно редко ездим на Урал. Хотя они постоянно находятся в этом вот, в каком-то контексте этой истории. У нас там на стенах висят карты. По углам лежат палатки разобранные, какие-то вещи. Потому что не успел вернуться с одного похода. Побросал, все высохло, в другой уезжаешь. Периодически ставим палатки дома, в них играем. Но в горы мы ездим редко достаточно. И они постоянно просят, типа, когда поедем в горы, в горы. Даже младшая, там, ей два с половиной года, она уже там, горы, хочу горы. Ну, конечно, когда мама несет, когда там огромные спальники пуховые в палатке, чё бы там не сходить в горы, там, хорошо. Вот, то есть я вот стараюсь, чтобы они не слишком сильно перетаскать их. Чтобы добылся какое-то приключение, праздник. Вот, и как-то все это пока работает хорошо. Браво. Какая твоя любимая вещь из RedFox? О, сложный вопрос. На самом деле у меня много вещей из RedFox. Практически все вещи, которые я ношу, на процент 90, это RedFox. И я вот, наверное, место любимой вещи разделят две вещи. Это шапка, RedFox моя красная, в которой скоро будут дырки. Я очень сожалею, что вот ее почему-то, конечно, сейчас переставить производить. Вот. Но я ее ношу, и летом и зимой одну шапку, это как бы она прям такая... У нас чуть-чуть в Питере здесь есть. И надо сказать, что вот первые ролики, когда или там первые фото с тобой появились в соцсетях, к нам обращались люди, мы хотим шапку, как по Олегу Чегадаеву. Это уже вот стало таким нарицательным именем. Ребята, я тоже хочу такую шапку. Надо поискать, потому что, мне кажется, скоро в ней будет дырка. Шапка классная, удобная, простая вообще. И вот пуховка. У меня есть пуховка тоже. Я не уверен, что сейчас ее тоже производят. Вот что-то похожее. Наверное, это Extreme Pro, по-моему, есть вот пуховка. Вот, видимо, это какое-то следующее поколение пуховок. Вот у меня пуховка там, мне кажется, больше 10 лет. И я просто таскаю ее с собой и летом, и зимой. И она очень теплая. И дети любят тоже в ней спать периодически. Класс. Спасибо тебе огромное. Скажи несколько слов, пожелания нашим подписчикам. Да-да, пожелания. Друзья, пусть в ваших глазах чаще отражаются горы. Не обязательно уральские, но если это будут уральские горы, это будет особенно приятно. Ну, и до встречи на горных тропах. Конечно, встречаться где-то в городе, в магазине, это приятно. Но вот встретиться где-то в лесу, в горах, это особенно приятно. Это особо какие-то нежные и запоминающиеся моменты. Будем ходить в горы и будем жить счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok